В Чувашии реализуют проект «Чистая вода». Он призван решить проблемы рекультивации свалок, обеспечение граждан качественной питьевой водой, загрязнение воздуха и другие. Это один из 15 партийных проектов «Единой России». Вчера их реализацию обсудили на заседании регионального отделения. Пункты охраны зрения в школах, кабинеты стоматологии. Депутаты Госсовета от «Единой России» в позапрошлом году инициировали эти региональные проекты. Основная идея – объединить практикующее здравоохранение и систему образования. Сейчас в школах открыто 28 кабинетов, где следят за зрением детей, и 39, где принимает стоматолог. Примерно оснащение одного кабинета стоило около полутора миллионов рублей. Но действительно, это того стоило, эти средства. И самое главное, что эти кабинеты переданы стоматологическим поликлиникам. Там полностью приходит оттуда персонал профессиональный из стоматологической поликлиники. Они обеспечивают детей бесплатными расходными материалами. Соответственно, это бесплатные осмотры и лечение. Интересный опыт, действительно интересный опыт. Он передовой был для того времени. И сейчас мы его полностью, следующий слайд, тиражируем на новых школах. Вот сдали школу на Гладково. Посмотрите, целый отдельный медицинский блок. Соблюдение законодательства требует и партийный проект «Народный контроль». Его участники, неравнодушные граждане общественной организации и представители бизнес-сообщества, ежемесячно проверяли работу магазинов, аптек, развлекательных центров, детских лагерей. В апреле и в мае провели рейды в аптеки и аптечные пункты. В ходе данной проверки комиссия «Народного контроля» выявила свободную продажу осептолина этилового спирта в аптеке на проспекте Мира, дом номер 92. Продажа антибиотиков без рецепта врача. Отсутствие некоторых жизненно важных лекарственных препаратов на прилавках. В связи с грубым нарушением законодательства нами был вызван наряд полиции. В ходе выявленных недостатков были направлены запросы в соответствующие органы. Из 14 проектов, реализованных в 2018 году, 11 социальных, 3 инфраструктурных. Это культура малой родины, детский спорт и городская среда. Последние и самые востребованные, отмечают партийцы. За год получилось благоустроить дворы и общественные места в 14 районах и городах Чувашии. В 2019-м работы по всем проектам продолжатся, появится и новое направление «Чистая страна». Чувашия поддержала эту идею. Мы понимаем важность, стоящей перед нами задачи по сохранению экологии. Главное национальное достояние страны – это река Волга. Ликвидация свалок, проблемы полигонов, твердобытовых отходов, обеспечение граждан чистой питьевой водой. Вот эти задачи ставятся. На ближайшее состояние регионального полицовета партии предстоит утвердить регионального координатора нам. Реализация партийных проектов тесно связана с задачами, поставленными президентом России в майских указах. Органы исполнительной власти Чувашии подготовили 47 региональных проектов. На них в республике за три года планируется направить 120 миллиардов рублей. Мы должны еще усиливать на территории республики. Это вопросы повышения качества жизни, благоустройства территории, создания, одним словом, комфортной среды. Наша сильная сторона – это вопросы экологической безопасности. Я ответственно могу этому говорить. Это по оценке общественных организаций, даже общественные палаты Российской Федерации. Но есть слабые стороны в нашей общей совместной деятельности с партийцами. Никакие. Нам надо поднимать доходы. Об этом мы говорили. Сегодня пошел рост цен на потребительском рынке. Мы должны осуществлять партийный, общественный контроль. То, что партийцы сегодня делают. Это она единственная партия, которая ходит, соответственно, на рынке, ходит торговлю. Впрочем, ограничиваться только проектами не стоит, подчеркнул глава региона. Необходимо оперативно реагировать на все предложения. Для этого нужно постоянно встречаться с людьми. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.